Детское кладбище Мы решили исследовать, как ухаживают за могилами детдомовцев по всей Латвии. Директоры все время тоже на этом, что надо за кладбищами ухаживать. Всегда деньги отпускались. Как вам, как руководителю, переживать такие случаи? Я сегодня очень эмоциональна. Сейчас отойду. А это самые свежие могилы прямо перед закрытием пансионата. 2017 год, 2018. И у многих нет ни надгробника, ни памятника. Яунцамское кладбище. Детский сектор. Тут спят вечным сном воспитанники рижских центров социального ухода. За последние 30 лет 36 могил. О том, что это детское кладбище, говорит лишь крохотная табличка у дороги. Да еще и игрушки, оставленные на маленьких могилах. Вид печальный. Большинство могил безымянные. Хорошо, если есть крест. А так, худой деревянный ободок. Многие могилки уже даже не видны. Угадываешь только по какому-то контуру. Каменные памятники можно сосчитать на пальцах одной руки. Только у тех, у кого есть родители. Сергей родился 6 августа 2001-го, умер 7 августа 2001-го. То есть прожил всего один день. А на этом памятнике ни имени, ни фамилии, а только Женюкс или Зенюкс, как его называли. И годы жизни. 90-й, 98-й. В столице три центра социального ухода. Рига, Тейка и Плявники. Там живут дети с тяжелыми нарушениями развития. На три филиала 101 ребенок. У кого-то нет родителей, от них отказались. У кого-то есть, но они не справились. Самые тяжелые дети в филиале Плявники. Им требуется палеотивный уход 24 часа в сутки. Краем глаза нам разрешают посмотреть на маленьких воспитанников. Практически все лежачие. Тут и родовые травмы, и детский церебральный паралич, и умственная отсталость. Многие не могут сами есть, кто-то дышать. А вот этот малыш глотает слюну. У него нет глотательного рефлекса. За последние пять лет ни в филиале Рига, ни в Тейке не было детских смертей. В Плявниках умерли девять детей. Эту девочку мы снимали 9 июня. Она очень любила смотреть мультики. Ей включали телевизор, чтобы порадовать. Через неделю, в пятницу 17-го, нам позвонили работники детского дома и сообщили. Утром девочка умерла. А это продолжение сектора. Здесь более свежие захоронения и памятник, на котором написано. Маленьким ангелочком из Центра социальной опеки Плявники. Ухаживать за детскими кладбищами должны сами работники детских домов. В этом году приезжали, прибрали, как и договаривались, в меру их финансовых возможностей. Косить траву стоит денег, занимает время и просит человеческих ресурсов. Это делает управление кладбищами Риги. Они, ну скажем так, убрали хвою, еще что-то сделали. Но ухаживать более тщательно, очевидно, финансово не могут себе позволить. У нас есть бюджет. Другое дело, как я его буду использовать, когда меняются расценки на продукты питания и другие вещи для ухода за детьми. Первым делом я позабочусь о живых детях и только потом о кладбище. По словам директора, сотрудники всех рижских филиалов ездят на кладбище регулярно. Два-три раза в год. Но людей остро не хватает. В центре соц. ухода Рига создано место садовника, который мог бы ухаживать за кладбищем, но уже год оно вакантно. Я не могу его заполнить. Не бегут к нам работать, поэтому ресурсы направляем на уход за детьми. Еще один государственный центр социального ухода, где живут тяжело больные дети, находится в Лепое. Вместе с руководителем этого филиала идем на Южное кладбище. Первым делом нам показывают место памяти. Нет информации, что тут кто-то мог быть похоронен, только памятник. Здесь написано «В память об умерших сиротах Лепойского дома малютки». Домом малютки Лепойский филиал называли в те времена, когда от больных детей отказывались еще в роддоме. Сейчас малышей разбирают в приемной семье. В центрах в основном подростки. В целом за 20 лет у нас умерли 32 ребенка. Почти все ушли в семьи. Их похоронили родные на своих кладбищах. Отдельного детского сектора в Лепое нет. По словам заведующей, они должны заботиться всего о двух могилах. Мы снова идем. Теперь на самую окраину кладбища. Каким-то особняком в отдалении от всех в дворе доставят могилы. Тут в сторонке наша могила. Где нам покажут, там и хороним. Это один из последних. 2020-й? Да, два года назад. Ему было 18 лет? Нет, пару месяцев не дожил. У мальчика были очень тяжелые проблемы со здоровьем. Это был Эдгариндж. Он участвовал в концертах, играл на музыкальных инструментах. В памяти останется светлым ребенком. Как вам, как руководителю, переживать такие случаи? Я сегодня очень эмоциональная. Сейчас отойду. Неподалеку, на той же окраине, вторая могила. Оба места ухожены, но сам сектор выглядит печально, напоминает социальный. В управлении Лепойскими кладбищами нам подтверждают, так есть. Тут хоронят одиноких людей из домов престарелых, бездомных. В базе данных, помимо тех двух могил, что нам показали, находят еще восемь, которые числятся за центром соц. ухода. Захоронение 90-х годов, начало 2000-х. Видимо, сотрудники детского дома о них не знали. Эти могилы разбросаны по всему кладбищу. А это уже Даугавпилс, Грифское кладбище. Участок при пансионате Калкуны. 128 могил. Тут взрослые немножко только. А вот тут уже детки. Тут, конечно, работы еще много. Время свое берет, видите, тоже и нагробники уже есть, которые надо менять. Тут тоже уже были такие старенькие, раскрошились совсем, заменили уже. Директор все время тоже на этом, что надо за кладбищами ухаживать. Всегда деньги отпускались. Мы тогда, значит, решаем, что мы должны в этом году делать. И тогда нам выделяют финансирование. Сейчас детей в Калкунах больше нет. После реорганизации их увезли в Ригу в филиал Тейка. Последние дети уехали ровно год назад, в июне 2021-го. В Даугавпилском крае остались только взрослые с нарушениями развития. Я саду ромашки из плетени венок. Простит много сказки в этот вечерок. Любит он, не любит, падает лепесток. Белые ромашки, полевой цветок. Но работники пансионата продолжают заботиться о детских могилах. Это вот эти детки, которые тут похоронены, да, они же у нас, понимаете, после роддома, можно сказать, многие пришли. И вот сколько пожили, тогда вот, конечно, конечно, будем ухаживать. Место на территории скоро закончится. Для Калкун уже зарезервирован соседний участок. Вот это считается тоже наша территория. Тут мы похоронили парень. Приехал слепой. И получается, у него мама умерла. Ну, отдали, а там хоспис, или как там, да? И некому было хоронить. Хоть двоюродные там были, и мать у нее еще была. И вот нашли нашего парня, чтобы дали разрешение на кремацию. И куда нам тогда это все надо было? Мы, конечно, привезли к себе. Вот пока что вот поставили такое, вот его маму тут похоронили. Мамами для своих воспитанников нередко становились работники пансионата, крестными. Просим заведующую показать могилу ребенка, которого она больше всего запомнила. Роланду, пойдем тогда туда, да. Он был мальчик на коляске, был очень активный, дружил со всеми. Он внезапно заболел, умер. И понимаете, когда вот прощались, все выходили. Мы даже на территории, где он жил, ну, гробик его был открытый, там все прощались. Даже детки плакали. В руках у социального работника тетрадь. Бывает так, что спустя годы уже взрослые приезжают искать своих братьев-сестер. Едут в том числе и за границей. И вот эта тетрадь приходит на помощь. Мы вот записываем, потому что надгробники крошатся. Поэтому мы ведем учет, чтобы через любое время можно было определить, где чья могилка. Поэтому мы вот конкретненько по рядам. Вот он тут начинается, да, вот как и там. Первый ряд, второй, третий. И вот тут уже самый последний. Нет больше детей и в Балдоне. А кладбище осталось. В Балдоне для детей из пансионата было сделано отдельное кладбище. Это его старая часть. Здесь уже и не разберешь, сколько могил, кто, где и когда похоронен. А это новая часть. Самая старая табличка 2006 года. Но и тут большинство могил безымянные. Дети в Балдоне тоже были с тяжелыми диагнозами. Центр реорганизовали всего несколько лет назад. Многие надгробники деревянные. Какие-то со временем сгнили. Какие-то разрушились. Дерево, материал недолговечный. Как и в Даугавпилском крае, опеку над детским кладбищем взял на себя пансионат для взрослых. Или родители приезжают. Но, судя по всему, они были лишь у немногих. Саша Прошкин родился в 2001-м, умер в 2012-м. И фотография мальчика. И надпись на памятнике от семьи. Они, видимо, и заботятся о могиле. А это самые свежие могилы. Прямо перед закрытием пансионата. 2017 год, 2018. И у многих нет ни надгробника, ни памятника. Но вернемся в столицу. Директор Центра соцопеки Рига говорит, они хотят привести в порядок детское кладбище. В том числе старую его часть. Но финансирования не хватает. С деньгами готовы помочь само кладбище. Но там ждут, когда в департаменте жилья Рижской думы появится ландшафтный архитектор. Хотят, чтобы у сектора был единый дизайн. Тогда бы у могилок появились таблички с именами и датами. Но и общество может помогать регулярно убирать территорию. Ведь чужих детей не бывает. Личное дело Диана Спыну, РУСЛСМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова